Дорогие друзья, я счастлив, что вы пришли, и я думаю, что подтянутся еще ноги. И прежде чем мы начнем звучать, я бы хотел протравить пару баек из своей творческой жизни. Возможно, это не будет слишком астрономно, но зато будет очень многозначительно. Но вы знаете, я любил его пафос в любом гуровиде. Так получилось, что эти гостеприимные стены, и я прежде всего приношу свою благодарность ребятам дирекции, которая разрешила нам здесь сегодня сделать свой бедник. Эти стены овеяны славой великолепного советского музыканта Алексея Семеновича Козлова, с которым меня судьба свела очень интересно и очень правильно аж в 1979 году. Тогда я поступил на службу в ансамбль Дмитрия Покровского и в ансамбль противовоздушной обороны московского ОКОПа. И вот совмещая вот эти два совершенно несовместимых ингредиента нашей советской музыкальной культуры, я только обнаружил, что действительно есть какие-то общие черты. И когда Игорь Иванович Раевский, тогда полковник, ныне генерал в отставке, этот человек, который давно записал новый гимн России, под его руководством, как бы, оркестр, хор, детский хор, кстати, правоучилище тоже писали другим. Так вот, когда Игорь Иванович Раевский садился за рояль в своем ансамбле противовоздушной обороны, играл с Веридова «Время вперед», это был просто прогресс и прок, я вам скажу честно, потому что это был ансамбль «Повод», совершенно потрясающая была такая организация. Там было все, там были синтезаторы к тому времени, были электрогитары, то есть противовоздушная оборона была в высоте, как всегда. И так получалось, что вот народная музыка в ансамбле Покровского, джаз-рок в исполнении ансамбля «Арсенал» и, как ни странно, советская армейская музыка давали, подпитывали очень мощно, очень интересно нас, не только меня, а и моих друзей. А все началось с концертов Москворечья. Ансамбль Покровского съездил в Киев, я тогда сдавал сессию, и там Алексей Козлов предложил сделать маленький сессион, на что народные музыканты с большим удовольствием согласились. Ну и все кончилось тем, что находящийся на первом арбалке Покровского круглого месяца со всеми, он еще страшно кричал, а все было очень здорово. Ну вот, ребята переместились в Москву, и в знаменитом клубе Москворечья Алексей Паташов, то есть легенда советского джаза, теоретик, критик, вдруг он вообще решил сделать огромный концерт зимой 79-го года, посвященный стилю фьюжн. Фьюжн тогда, только-только термин появился на западе, он его где-то схватил, и этим очень бравировал. Даже Алексей Семенович в своих лекциях этот термин не очень использовал. Так вот, было очень интересно. Мне было 19 лет. Покровский сказал, что Борис, вы будете играть на синтезаторе Рагу Горя Калиан, который услышал как-то, приехал домой. Я тогда действительно очень сильно увлекался Джоном Маклафельмом и семьей Лакшимина Раяна. Сегодня, кстати, об этой семье мы еще поговорим. И Харри Просадчу Расси, естественно, меня очень привлекал. А так как я уже привез в то время синтезатор с Францией, то все сложилось как-нибудь для лучших. И выйдя на сцену вместе со самым Арсенал, присел на такое место солиста, почти на лан-сцене. Я включил свой корк. А Слава Горский, с которым мы прежде не были знакомы, спросил ему, что играть-то? Что играть-то? Я говорю, не мажор, а с радиезом. Нажми, и Флэн же выключил. Он включил, получилось вроде как тампура. Надо сказать, что фарфиза, доставшаяся славенгорскому от Сауинского, звучала очень неплохо. Все так как-то ничего плавно течь. Зазвучал синтезатор. У меня до сих пор записи есть. Я обязательно ее цифрую. И мы начали наигрывать утреннюю рагу поликлеан, рагу любви. А потом постепенно включился Харастенев. Хрозенберг. И когда Алексей Семенович начинал савируть на саксофоне, все плавно переместилось в Персию. Знаете, такой путь из Северной Индии в Персию, ну и далее на север. То есть такой великий шелковый путь просто по полу дорогами. После чего мне, в общем, сопливому 90-летнему музыканту подошел мэтр. Он меня благодарил, и ребята тоже подходили. Я понял, что другая совсем эстетика, другой, как называть, другой этикет в этой среде. В среде людей, которые сжигают свою творческую жизнь в погоне за свободу. За свободой самовыражения, за свободой мысли, за свободой языка. Тогда это было для нас как открытие. Потому что из всякого утюга звучали тоже по-своему замечательные ребята, типа Корзона и Лещенко. А мы, крайне лука, слышали некую правду, с другой стороны синевый, как это сейчас приходит говорить в Америке. Ну, потом были всякие обстоятельства, связанные с реконструкцией, связанные с возрождением древнерусских музыкальных стилей. А потом была армия в том же ансамбле ПУГО. И я, к совершенно удержимому порыве, ездил в фактурные экспедиции, будучи еще даже военнообязанным, просто солдатом срочной службы. То есть любой патруль меня могло взять и посадить в Кутовскую. Я ездил в Костровскую область, к Рожечникам. И начал вести студию музыкальной импровизации в клубе-фабрике «Дукат», куда пришел замечательный музыкант в 1984 году. Когда еще я ни ухом, ни рылом, как бы не предполагал, куда нам двигаться, и вот приходит Сухоев, подощавый товарищ из Института культуры, говорит, что он играет на скрипке. А я в этот момент держал гусли в руках. Это молодой человек, не раздеваясь, вынул скрипку. Ну и мы прямо в предбаннике этого несчастного клуба так играли, проиграли минут сорок, наверное. То есть человек в шапке, пальто, играет на скрипке, рядом стоит толстоватый товарищ, играет на мухах. Бред. Это Джордж Асмаловский, Георгий Асмаловский сегодня будет с нами играть. Но я благодарен ему за то, что он был вновь вместе. Вот. И вот такая история. Ну, Георгий потом служил тоже в ансамбле ПВО. По одной дорожке, по одной стежке мы ходили долго. Потом он играл в всемирно известном триле «Ойка». Играл в цыганский джаз, в мануш. Сейчас, кстати, у него тоже есть пара паралекций в своих собственных. Еще один посвященный именно этому направлению. Но, как говорится, детство взяло свое. Человек решил тоже поиграть немножко в прогрессе в рок. И это прогрессив. Когда открылся этот клуб, было очень интересно наблюдать, как он постепенно завоевывает самые передовые позиции в Москве. Потому что в 90-е годы клубное движение имелось по другим оттенкам, скажем так. И появление клуба Алексея Козлова, как, впрочем, и клуба «Форте», мне кажется, весьма поменяло отношение даже современного московского эстебриджмента к джаз-року, к музыке, к стилям, которые, как раз, исповедуют внутреннюю вечную свободу. Представляете, все байки вылетели куда-то. Вот так вот. Вылетели. Но я думаю, что мы сегодня услышим не только нас, не только юбиляра и лотерила. Сегодня у нас здесь прекрасные, великолепные, красивейшие девушки из нашей экспериментальной студии музыкальной импровизации клуба «Белые облака». Кстати, девушке поступило предложение от директора этого клуба поехать в Белоруссию. Он там что-то организовывает. Сейчас потрясающе. Так что, если вам позвонят, вы внимательно выслушайте. А уже звонить. А уже звонить. А, ну вот, прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Вот, поджидаем мы также Юра Балашова, человек, с которым два последних года мы тоже играли вместе. Это тоже легендарная личность. Я думаю, что он появится у нас сегодня на горизонте. Что еще? Давайте я сейчас потихонечку позвучу. Сыграю вам вещь под названием Прохор Блюз. Сольно. Ну, для тех, кто не знает, инструмент, на котором я сейчас буду играть, называется Чепан Стик. Тоже парочка интересных деталей с этим инструментом связано. Дело в том, что еще в 84-м году, когда я делал Александр Русича, появилась такая идея сделать буслитар. То есть, сделать новгородские бусли с окном, араховые, которые у нас на сцене. Вот. Но с гриппом. Чтобы совмещать игру на свободных струнах с игрой на струнных прижатках. Но идея получила воплощение в акустическом виде инструмента, прототипа, который был сразу же использован в съемках фильма «Русь изначальная». Мы вместе с Алексеем Рыбниковым делали саундтрек к этому фильму. И там как раз буслитар активно звучал. Потом, кстати, этот инструмент звучал у Андрея Кочевовского в саундтреке «Курочки Реэля», который вышел на «Бейнджире» в «Бейнджире» во Франции. И, в принципе, как бы инструмент звучал, но было непонятно, что же с ним делать дальше. И я с этой идеей обратился к одному американцам, к дедушке. Вот. И предложил ему эту идею как-то вместе понять. Дедушка по имени Эмми Чеппан весьма живо отреагировал на это. Это великолепный музыкант, великолепный композитор, теоретик, философ, можно сказать. Он своей доской, которая звучит, а стик это палка, доска по-русски, он своей доской открыл какие-то неведомые горизонты для людей, которые занимаются гитарой, тадж-гитарой. Вот. И инструмент пока еще недооценен, я считаю. Так вот, так получилось, что я играю на стике уже 5 лет. Более того, в этом году мы сделали баслитар, как гидридный инструмент русско-американский. На фоне сейчас опять этого размежевания как раз такие вот проекты, я думаю, весьма показательные, когда люди смотрят в одну сторону и думают не о том, как друг другу нагадить, а как, так сказать, все-таки совмещать приятное общение с полезными действиями хотя бы в области культуры. Но это так. Вы понимаете, я себя хвалю сегодня. Через пару минут чеплый стик зазвучит, а потом я представлю ребят из моего трео. Спасибо. 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 Ну и третий товарищ, о котором я как раз говорил, выпускник Московской государственной культуры, выпускник ансамбля противовоздушной обороны, так сказать, Московского ПВО, человек, игравший на одной сцене с Гидоном Кремером. Мы с ним в свое время доктору Супермоньяну с славной упоминаемую фамилию Лавшин Раял подарили древнерусский гудок. Был это в 88-м году, когда он сюда приезжал в первый раз. Вот. И этот гудок я знаю до сих пор на сцене звучит, наверное, до академии и специальный стенд в Калькутской Восколлекции уникальных смешковых инструментов, которые как раз в Супермон, Супермоньян собрали со всех уголков Севета. Мы этим гордимся. Вы знаете, вот они дамы выручили Джону Маклафелеву «Мардиевский рожок», чему он тоже был очень рад. Я думаю, что как бы русско-индийские и американские связи надо поддерживать в любом случае. Ну, как-то так. Мы сейчас просто развлекаемся поиграем музыку, как мы надеемся. Ранее кто следил за нашим творчеством, это называлось «Ивантеевка Бибок». Это абсолютно фри-тона джаз импровизация Cubons, exact что подсказало проведение. Вы сможете делать тоôn Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 глубоко в веков в ту сферу, где до сих пор живут гипотезы. У нас гипотезы живут и в высокой науке, и в исторической науке. Как вы понимаете, первопричины того, что они там живут, разные. Но в данном случае все смыкается. И говоря о том, что недавно совсем был праздник в советских словах в славянской письменности Культура, говоря о вкладе Кирилла и Микудия, мы иногда и очень часто забываем про такого человека, как Льгаева Ганна. Это автор Ладожского документа 9 века, который был написан на Баяновице, на рунической северо-сово-славянской письменности, которая была до Кирилляции еще и так, но за несколько лет. И первые новгородские северо-славянии, которые ушли из Леринка, из междуречья Ольбы, 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 и Эльбы, когда их откуда немецкие времена начали вытеснять, они ушли на Эльвей, на Ладогу, и там скоро был организован такой город название Великой Новгород. Вот старая Ладога и Новгород это первая столица Руси примерно за 150 лет до Киева. Это уже нарушно доказано, поэтому я даже как-то рукопию написал по этому поводу, но как-то она не нашла такого отрика. Там была реабилитация вот этого знака трезубца, как это сейчас принято в Украине. На самом деле не трезубец, это пабущий сокол, это тотемный знак Рюри Кличей, и чтобы оставить светочки над И, поляне, древние поляне, женщины Днеприя получили этот знак от северо-западной Руси, Новгородской Руси, когда Игорь принес, то есть Олег пришел в Киев и принес князя Игоря, которому было лет десять, сказал вот ваши князы. Поэтому генезис русской государственности весьма-весьма противоречив, путан тайнами, но не чтобы поддержать эти тайны, мы иногда что-нибудь в этом роде поем. Таким несомненным памятным князем русской словеси является баяном гимнем. Это тоже, в общем, гипотеза, но почти доказанная. Дело в том, что самое главное доказательство этого в древнем многородских берстяных драматах, которые были открыты в 50-х годах прошлого века, были обнаружены амалатничные записи. То есть можно и говорить о поделках, но то, что выникли с земли из слоев 13-9 веков, ну, как говорится, это порой не вырубящий. Поэтому петь мы будем. Точно так же было реагитировано в свое время слово о полку Игоря. Тоже все сомневались, что это такое. Но оказалось, что все-таки текст прижился. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. 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 Игорь Негода.